тема проповеди называется я ожидаю от бога я ожидаю от бога и знаете сейчас очень много мы размышляем что же нужно делать для того чтобы быть успешным что же нужно делать для того чтобы ну вот приносить плод иметь успех в своем деле и есть масса способов самый простой способ это посвящаться какому-то определенному делу есть способ ну когда ты рождаешься в семье уже богатых людей и тебе в принципе делать ничего не нужно кто-то размышляет главное удачно выйти замуж или жениться и тогда успех не за горами и вы тоже наверное видели в своей жизни те результаты того успеха когда вроде бы и родился в нормальной семье в семье где есть власть где есть влияние есть деньги но все как сквозь пальцы убежала да как песок или же когда вроде женился или когда вроде же нормально вышла замуж но что-то так не получилось и успех так и не пришел и представить и просветание где-то потерялось и можно все легко потерять и я понимаю что я скажу обыденную вещь может возможно мы говорим об этом очень часто часто но это то что касается моего сердца и то что я понимаю и сегодня даже вот женя проповедует он говорит о том что о переходе на новый уровень о том что я не знаю как ты оправдаешься что ты не перешел на новый уровень я не знаю как ты оправдаешься если ты не перешел на новый уровень дальше звучит песня про славление бог поднимает нас выше и выше я понимаю что господь нам хочет сказать что он нас видит я даже поклоняюсь я понимаю что господь говорит я вас вижу лучше чем вы есть выше чем вы есть я вас я вижу вот представь я даже думаю что мы придем на небеса и нам покажут вот какими мы будем на небесах в каком теле когда мы 80 лет умрем и бац воскресли восьмидесятилетняя анна владимировна на небесах я думаю не дай бог или там ну в каком теле в тело какого возраста ну написано там что иная слава да какое то другое тело но я думаю что нам господь покажет кем бы мы могли стать и я вот не хочу просто прийти на небо и посмотреть ааааа вот оно что и там я худая влиятельная состоявшаяся в нескольких служений там детский дом у меня еще что то а я стою перед господом и говорю а я думала не получится ну как бы вот не хочется мне так как то вот ну вот прийти на небо и вот просто осознать то что я могла больше у меня умерла подруга и я ее всю жизнь считала тем нытиком вот человеком который попадает в трудности вот именно она попадает в трудности именно она всегда вот знаете есть люди думаешь как это возможно встречаешь ее все плохо через время ты встречаешь и не поверишь еще хуже думаешь ну как это возможно было как возможно было из этой ситуации и она все время как то пыталась из ситуации истерически смеяться вот так вот скажем так находить где то плюсы и поощрять себя у нее дети с голода пухнут она может в суши пойти там ну вот как бы ну а шо хочется и я как то так думаю блин ну как то странная она и когда она умерла я поняла что на самом деле всю ее жизнь при всех ее обстоятельствах она была весьма радостная и терпеливая я просто про то что если про нас говорят одно при жизни но когда мы умираем и смотрят на нашу жизнь вот целиком то оно вот по другому звучит чем о нас когда говорят когда мы живые не обязательно лучше вообще не обязательно но когда мы смотрели как Господь вот нашу жизнь от а до я чего мы достигаем как мы к чему то идем она по другому выглядит ну вот Бог смотрит на нас и думает ну как на одни же и те же грабли можно наступать вот всю жизнь вот как можно иметь те же самые проблемы и не хотеть их решать Бог смотрит и говорит я тебе давно приготовил благословение просто возьми его просто войди у вас было когда то ощущение что вот ты вроде всю жизнь там молишься за какой то прорыв за прорыв ну у меня так было когда то проект просила у Господа ну там не буду как бы рассказывать вот мне казалось это что то невероятное разрешение там на свое помещение на какую то деятельность молись молюсь 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 прихожу в горсовет дали и такая мысль может быть надо было раньше просто прийти я понимаю что мы себе сами ставим какие то рамки когда Господь говорит молимся там за жену молимся 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 то что же молиться ну надо как то действовать блин надо что то делать в этом направлении аминь и я понимаю что все ключи они у Господа все ключи они у Господа и можно родиться в богатой семье но однажды все профукать можно иметь колоссальные связи но ни разу в жизни ими не воспользоваться или попасть в какую то глупую ситуацию когда твои связи ничего не решают и такое бывает и я думаю что власть самая большая власть она у Господа она у Иисуса и я верю лично я верю что я не имея каких то возможностей там прям ну вот как сказать что я дочь там миллиардера или дочь президента или хотя бы там кого то дочь ну не сказать но я верю что бог будет открывать мне дорогу туда куда есть его воля я знаю что на помазанниках вот кто то верит здесь что он помазанник аминь я просто вот когда то мы стояли детское пособие ну протест там бунт в Киеве отменили детское пособие я поехала постоять с плакатом я даже не нарисовала плакат потому что ну думаю ну как это его вести через Полтаву я поехала я была беременна третьим ребенком Кариной и отменили пособие ну как бы я расстроилась только я третьим забеременела отменили пособие на третьего ну как-то глупо ну я думаю ну как то же надо куда то этот гнев энергию деть думаю ну постою там как раз Майдан и постояла и выходят там с Верховной Рады я увидела всех там Ляшко там я не помню все их фамилии вот воочию как они выглядят общалась с ними и там приехали журналисты и стоят мамы такие и говорит кто может дать интервью и все такие оп и отморозились ну я говорю давайте я кто может нормально говорить на украинской мове ну я сможу давайте дала интервью потом приехали там иностранцы надо было поговорить на английском позвали меня потом меня пригласили в Верховну туда вот Раду на шведский стол я говорю вы извините я мне на поезд надо мне реально надо было ну там выходили говорили там и ягненок и красная икра там все так классно и вот в общем про что я говорю потом начали мне звонить мамы мой телефон там остался где-то в этой Верховной Раде и мне начали предлагать возглавлять совет по защите прав вот матерей но у меня вот оказалось что там я говорю ну не сейчас хотя бы трое детей есть чем заниматься я просто про то что что Бог нас может вот если ты помазанник куда бы ты не пошел в какую сферу ему не проблема открыть дверь я даже поняла что если я захочу в Верховную Раду пожалуйста пусть там как защита защита матерей интересов детей да пусть даже так но кто его знает что какие планы имеет Господь на это все и как повлияет там какое-то мое выступление если надо будет Господу и такое может быть и я в это верю и в Библии говорится что решает не богатство и не связи и даже не проворность наша а время и случай и если вы знаете вы наблюдали когда-то такие ситуации когда время и случай работают против посвященного человека трудился трудился спину гнул а его обходит другой человек который не трудился ничего не сделал но получил столько же и обидно и кажется несправедливо и нам иногда кажется что успех один из ключей к успеху это наше посвящение но самый главный ключ у Иисуса и когда мы думаем что наше посвящение важнее чем тот ключ который у Иисуса мы превращаемся в людей которые просто тупо суетятся просто вот день за днем бешеный темп который просто нормальный человек человек выдержать не может и у меня тогда вопрос неужели этого Бог хочет Стив Джобс его знаменитая фраза работать надо не 10 часов в день а головой и я в это верю я верю в то что принцип бизнеса это когда сто процентов если сто процентов приносят успех да то из них сто процентов складываются из восьмидесяти и из двадцати и если посмотреть то на самом деле этот успех принесло двадцать процентов твоего времени ты только двадцать процентов мог быть эффективен что получил успех зачем тебе надо было трудиться остальные восемьдесят и я думаю что у верующих есть ну вот возможность есть доступ к благодати понять где им не нужно трудиться восемьдесят где им нужно перепоручать где им нужно останавливаться где им нужно просто пойти в пост помолиться поискать господа и не рухнет ничего и меня вот просто мне самой я понимаю что сейчас в моей жизни такой период когда я поднимаюсь на новый уровень и поступают разные предложения и если на каждый реагировать и бежать я не добьюсь ровным счетом ничего знаете водители поймут такой пример когда едешь по полтавской дороге и немного разогнался немного и ты въезжаешь на территорию где есть ямки вот когда ну разные водители по-разному кто-то решает проскочить ямки кто-то все-таки думает надо притормозить в общем тебе надо притормозить вот если по-хорошему но срабатывает АБС и протормозить ты не можешь и ты какие-то секунды не контролируешь ситуацию знаете про что я говорю причина в чем причина в том что ты разогнался и я тогда останавливаюсь думаю блин ну куда ты гонишь Аня что ты гонишь трое детей если бы была ямка перед пешеходным переходом и надо было остановиться и пошел бы кто-то с телефоном видя только пешеход о зебра пошел ты летишь ямка ну мог бы и сбить и я понимаю ну сбил там посадили в тюрьму трое детей и я просто думаю что господи помилуй нас вообще с нашим темпом жизни чтобы мы иногда останавливались потому что когда ты летишь и срабатывает вот это АБС ты не контролируешь ситуацию ты уже ничего не контролируешь ты не контролируешь свои слова что ты говоришь ты не контролируешь действия которые ты происходит ты даже не понимаешь какой день недели ты не можешь не спать нормально не есть я сама попадаю иногда в суету мы с Жекой вот меняемся неделя на неделю прославление ведем я за эту неделю несколько раз понедельник это же я веду прославление нет это не это воскресенье вторник это же мне надо выбрать песни это говорит о том что я как бы немного не в покое вот про покой сейчас скажу немного не в покое я думаю неужели Господу надо это вот мое такое состояние неужели Бог смотрит и думает а вам слабо на тебе еще а не выдержал не такой у нас Господь и бывает и так разгоняешься что затормозить сложно ты хочешь взять паузу но у тебя график такой что ты в принципе не можешь здорово питаться просто с утра не успеваешь поесть ко дню ты не помнишь что ты не ел а вечером ты осознаешь вау так я и не ел потом ты понимаешь что ты засыпаешь на ходу а потом думаешь так я и не спал нормально месяц месяц два ну а надо я понимаю что ну это не Божья воля я верю в благодать я верю что мы что я ожидаю от Бога я ожидаю не своими силами добиться чего-то потому что когда я добиваюсь все своими силами я напоминаю вот сгоревшего человека вот написано спасется как бы из огня это когда бежит на небеса у него дымок вот я не хочу с дымком понимаете я хочу спокойно прийти я хочу вот покоя я хочу понять как вот правильно планировать время для того чтобы хватало времени вот я даже недавно проповедь открыла вот просто в интернете хотела найти проповедь о том как слышать Бога такую же духовную тему выбрала думаю посмотрю высветилась Джойс Майер и Джойс Майер включаю она мне говорит мне говорит что хочешь услышать как слышать Бога научись сначала спать ложиться вовремя правильно питаться а потом с тобой поговорим о голосе Бога я думаю я понимаю что ну как бы у Бога все правильно он не делает нас он не делает у него нету призвания на нашу жизнь суета а тебе я завещаю будь в суете у него нет призвания чтобы мы не молились потому что когда мы не молимся и думаем мы добьемся успеха мы придем по священиям плотью проломим двери и войдем и мы ломимся 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 а Господь говорит не благословлю не мои потому что в грехах потому что не молитесь потому что не читаете и не знаете вообще куда вы идете и куда я вас хочу послать потому что главное это начать день правильно это выспаться помолиться и тебе надо будет двадцать процентов работы сделать остальные восемьдесят я сделаю за тебя аминь я видела а тем кто спит и ест другое послание я видела слезы служителей труд которых обесценивался вот все вы слушаете Ольгу Марину для многих она здесь помазанец и все уважают ее труд но когда-то я видела как она плакала как она вела прославление ну вернее перед прославлением она репетировала с группой левитов и ей нужно было прославлять а слезы катились по ее лицу градом и она не могла остановиться плачет и сквозь слезы прославляет почему потому что она делала много а никто не видел она выбивалась из сил а никто не слышал и скажем так она хотела прийти к определенному благословению а это благословение отдали другому человеку и ей надо вести прославление в этот момент и она плачет и в ее тогда глазах читалось вот это сражение внутреннее все послать или наоборот наступить на себя и сказать я верю мой искупитель жив и он все видит я верю что Бог все видит и она перешла через эту черту она ничего не послала и сегодня она в благословении Бог вернул поставил ее в то место в котором она хотела стоять я знаю что многие есть ребята которые реально ждут когда Господь их поднимет ждут смиряются перед чем-то и ожидают от Господа и я вам скажу очень большое счастье когда ты понимаешь что тебя поднял сам Господь когда ты не своими силами что-то достиг когда ты не сдался когда ты не развернулся когда ты не просто проломил прошел по головам договорился с пастырем не знаю а когда ты знаешь что тебя на это место поставил Бог такой пример вам приведу когда-то когда я начинала быть в прославлении я очень хотела играть на пианино но играть не умела я закончила музыкальную школу но закончила ее плохо и ну знала ноты но по нотам играть не приходилось в прославлении надо было знать аккорды которых я не знала и когда меня позвали на репетицию и предложили поиграть потому что клавишница заболела я играла плохо и вот репетиция закончилась я взяла аккорды и я я репетировала всю неделю веря в то что в воскресенье меня поставят играть на служение я молилась тогда и постилась и спрашивала Бога я левит и мне Бог отвечал да ты левит я спрашивала ну в слове Божьем я буду играть и слово Божье мне отвечало да ты будешь играть и я верила что я в это воскресенье я выйду встану и я буду классный левит и я вышла а клавишница выздоровела и вот представьте мне говорят Ань ну не сегодня клавишница играет лучше тебя пусть она играет сегодня я стою слезы градом катятся потому что я репетировала до 4 утра несколько раз молилась и поклонялась и был дух Божий я переживала помазание я переживала определенные откровения от Господа и я стою я понимаю я не навернула себе это я четко внутри ощущаю что я буду играть и даже на этом служении буду играть не на следующем не через год и представьте идет репетиция клавишница играет я стою за кулисами я говорю я отсюда не уйду я понимаю как той клавишнице было не очень наверное но в общем уже человек открывает служение и говорит здравствуйте дорогая церковь мы рады приветствовать вас выключите мобильные телефоны и я стою плачу я говорю Господь ты обещал ты обещал и Костя лидер прославления поворачивается видит меня что я играю что я стою за кулисами и плачу и молюсь и видит клавишницу которая там ну не сильно переживает за служение и говорит вы меня простите ребята всей группе прославления я не могу это объяснить но у меня внутри и вот просто Господь говорит поставить Аню за клавишами я встала тогда за клавиши и я отыграла у меня получилось подходит Костя после служения говорит слушай ну получилось же можешь я говорю могу он говорит ну будешь играть тебе надо выбрать теперь вокал или клавиши а я говорю Костя я думала об этом и с Господом говорила он уже так настороженно когда я с Господом говорила я говорю ну бывает же что клавиши стоят а рядом микрофон я говорю и вокал и клавиши он говорит ну ты наглая я говорю нормальная и вокал и клавиши и по сей день это девиз моей жизни вот так вот кто то говорит как ты можешь быть и проповедовать и прославлять ну ты или состоишься в том чтобы проповедовать быть хорошим проповедником со пастырем пастырем не знаю или ты левит или может ты психолог а я говорю ну как бы это в ваших ну рамках я не могу быть а я и левит и пастырь и психолог потому что благодать на мне потому что и надо будет еще кем то быть буду потому что помазание которое на мне оно в действии куда бы я не пошла я знаю что господь откроет эти двери и вот я думаю представьте как вот этой клавишнице было как было бэк вокалу который видел как вот как то сверхъестественно я пришла в группу прославления и такие ситуации бывают такие ситуации бывают когда бог выбирает кого-то и ставит и благословляет его и дальше иногда бывает что больше того кто посвящался много просто есть божье благоволение на других людях потому что есть вещи которые мы не видим как люди а бог видит и он хочет за что-то кого-то благословить я заметила тоже важную вещь что происходит тогда когда мы суетимся и не молимся евреям 4 глава написано те кто не вошел в покой их сердца ожесточились это последняя точка которая происходит с человеком когда он перестает молиться что такое ожесточились это когда ты человеку говоришь эй ты никуда ты не туда идешь а ты кто мне говорит что-то эй послушай давай помолимся да сами молитесь я молюсь дома у меня эй давай вместе то шо вы там вместе ожесточение сердца это когда сердце жестокое ты не умеешь с любовью потом реагировать на людей ты не терпишь людей потому что нет в тебе господа сами по себе мы не можем любить людей мы не любвеобильные сами по себе люди только божья любовь делает из нас теми кто принимает людей кто любит людей кто служит мы сами по себе ну вспомните кто мы сами по себе аминь